Можно ли извлечь пользу из детских ссор, если невозможно их прекратить? Да, ссоры между детьми это одно из тех вещей, которые приводят родители в отчаяние. Если они хорошие родители, да, они такие родители, которым все равно, и это очень сложно с этим что-то сделать. Но на самом деле ссоры – это хорошее явление, потому что дети, которые не ссорятся между собой, это говорит о том, что они настолько безразличны друг к другу, что они даже не ссорятся. Но дети, которые ссорятся, они проходят вместе какой-то процесс становления, становления связи. Потом, когда они вырастают, они, как правило, бывают очень дружны, будучи взрослыми. А дети, которые в детстве не ссорились практически, если мы посмотрим это в перспективы их взросления, они не слишком будут дружны и общаться, став взрослыми. То есть ребенок, когда он ссорится с другим ребенком, он каким-то образом обкатывает свое положение в этом мире, он каким-то образом устанавливает свои личностные границы. И тем самым, выйдя в общество, в общество других детей или в общество взрослых, когда он вырастет, он будет знать, где проходят его границы, где та черта, которую он не даст никогда другому человеку перейти, чтобы нанести себе ущерб моральный, или какой-то физический, или эмоциональный, чем он может поступиться без вреда для себя, где, до какого момента он может достать, да, другого человека, где нужно остановиться, потому что другому уже это неприятно, да. Эти подобного рода вопросы, они вырабатываются у человека не через течение книг и слушание лекций, они вырабатываются, когда он общается с другими детьми, общается со своим братом, со своей сестрой, и тем самым через ссоры как раз это происходит. То есть, родители, насколько это возможно, должны смотреть на это явление, как на явление не, но если не позитивное, то, по крайней мере, необходимое для взросления. Единственное, что, обращать внимание, что силы детей равны, и один из детей не ущербляет постоянно и не терроризирует другого. Если это так, то надо не сразу же останавливать.